Трухана! 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 Моду на украинскую символику в любом митинге взяли на вооружение и одесские предприниматели, ратующие за сохранение в первозданном виде своих торговых точек. Новенькие, еще не проглаженные украинские флаги реяли над собравшимися. Мы работаем с 2004 года. Всегда все было тихо и спокойно. Я не могу понять, что сейчас произошло, что надо демонтировать все магазины. Я не могу сказать, что у нас маф. У нас магазин. Люди возмущены тем, что под эпопею сноса мафов попали и их объекты. Продавцы недоумевают. Зачем нужно сносить все, как, например, на привокзальной площади или в Старосином сквере, когда многие ларьки еще, как говорится, ого-го. Наши будки очень хорошие. Люди привыкли к нам. Люди идут к нам. И все будки наши нового образца. И стандартам они все подходят. Абсолютно. И они очень удобные, очень хорошие. Тем более хозяева очень хорошие. Они заботятся о нас. Хоть продавцы и опасаются за свои рабочие места, но признают, если маф представляет собой банальную наливайку, то ей на центральных улицах не место. Мы не против, чтобы убрали наливайки, допустим, мафы с наливайками. Я училась в Нархозе, допустим, и постоянно студенты приходили на лекции выпившими. У нас наливайка стояла прямо возле института. Впрочем, некоторые митингующие знают о проблеме лишь в общих чертах. Я ничего не скажу. Я как в аренде. Понимаете? Я вот хозяину плачу аренду. А хозяин уже имеет дело с Важеновым. То есть я в курсе вот этих мелочей. Вскоре к протестующим вышли представители горсовета и провели представителей акции на совещание рабочей группы. А затем к людям вышел и городской голова. Он успокоил собравшихся. Все заместители будут работать, начальник управления, все будут работать в нормальных взаимоотношениях с бизнесом, малым, средним бизнесом. Во благо предпринимателей. Однако городские власти подчеркивают, что закрывать глаза на проблемные объекты не намерены. Предприниматель не содержит свой объект в надлежащей санитарной форме. Либо этот объект не оформлен, либо срок действия договора закончен. Безусловно, все эти проблемы необходимо решать, и мы готовы это делать публично. В рабочую группу были включены по пять предпринимателей от каждого района города. На ежедневных заседаниях группа будет оперативно отрабатывать каждый объект, который попадает в проект демонтажа, и принимать по нему индивидуальное решение.